Я покажу, как собрать электронож своими руками. Такой нож, раскаляясь до красна, с легкостью разрезает любые предметы. Для сборки потребуется трансформатор из микроволновки, провод и нож. У ножа отрезаем ручку и распиливаем его примерно посередине. Это необходимо для равномерного разогрева лезвия электрическим током. Возле ручки просверливаем отверстия и болтовым соединением прикручиваем концы толстого провода. По середине провода накручиваем катушку из семи витков и вставляем два трансформатора от микроволновок, из которых предварительно мы извлекли высоковольтные обмотки. Осталось сделать удобную рукоятку для этого ножа, не за провода же его держать. Ого! Класс! Вот это мощность! Выглядит внушительно! Ну что, давайте попробуем, что же у нас получилось. Опа, некие! Сразу пошел дымок. Смотрите, цвета побежалости. Ого! Ух, ничего себе! Вы это видите? Он почему-то именно в том месте стал сильно греться. Ничего себе! А чего там? Можно там тоньше? Вау! Смотрите! Охо-хо-хо! Но сейчас должно равномерно разойтись. Главное, чтобы его не расплавило. Ну да! Вот это мощь! Как лампочка светит! Ха-ха-ха! Жар, кстати, очень сильный от него идет. Я не знаю, видно вам, как свет преломляет. Но в камеру не въехать. Таким может там... Кстати, уже равномерно светится. Только единственный минус, конец не светится почти. Geek Brains. Это самое крупное IT-сообщество, которое насчитывает уже более миллиона человек. И входит в состав Mail.ru Group. Они реально учат людей программирование. У них есть расширенные программы обучения веб и мобильной разработке. После обучения гарантированная стажировка и помощь с трудоустройством. В общем, пройди тест по ссылке под видео и узнай, готов ли ты стать программистом. Или запишись на бесплатный курс и начинай программировать. Попробуем отрезать и одновременно зажарить хлеб. Интересно, а гренка получится? От него такой жар идет ядерный. Да, оно так легко-легко, как масло. А что он грит? Мы его не портим. Давайте еще этот маленький гренок. Курилом там, блядь. Все. Кусочек он вырезал. Он просто малеха подгорел. Запах, кстати, такой прикольный-прикольный. Как после костра. Куки на такой зажаренный кусок не повелся. А он мясо не ест сам. Мясо не ест? Вон лежит мясо не ест. Что, сейчас будет? Жар такой вообще ужас. Запашок прикольный. Пахнет очень классно. Интересно, а как он с твердой пластмассой справится? Жар идет, как печка. Можно греться. Сейчас мы разрежем этот кубик Рубика. Он дрожит. Такое чувство, что рельс заснебляет. Фу. Все. Он разрезан. Надо разрезать. Водой, может, зальем? Это мы точно не ожидали, что он так сильно пухнет. Скорее, сейчас капнет на стол. Давай, давай, давай. Все. Что это у тебя за ерунда такая? Это фиджет спиннер. А ну давай его сюда. Сейчас я его испытаю. Вау. А, ты ему ушки отрезал. Отрезало, как масло. Теперь его можно раскрутить расшатыванием. Тюй, ерунда была, ерундой осталась. Этим ножом не только можно резать, но и восстанавливать. То есть склеить пластмассу назад. Для этого надо просто-напросто прислонить на пару секунд склеиваемые поверхности. Они чуть-чуть, когда начнут дымить, быстро их прислонить. Обалденчик. Как так и было. Разломаем. Бля, попробуй разломай теперь. Вот такой шов получился. Все. Как так и было. И наверно зря вернулся в кармане был у меня.